Привет, друзья! Запись полуцелых фильмов продолжается. Саженцы, абрикосы, морозостойки, гарантия сортности. И вот я назову эту серию «Саженцы настоящие и фальшивые». Подробнее? Нет, не так. В общем, я придумаю название такое, чтобы вы поняли, что стоит заглянуть в какой-то поисковик в виде Яндекса, и вам будут предлагать что-то путнее или лапшу. Речь пойдет о саженцах, речь пойдет о садоводстве. Главное, я хочу научить вас отличать дикие сайты, я их так называю, дикие. То есть они вам предложат в лучшем случае дикие саженцы. А если культурные, то они прекрасно садятся, они просто умрут, переезжая с юга на север на тысячу километров. Итак, первая серия. Все это будет предназначено, наверное, для молодежи. Ну, посмотрим. Дело в том, что я уже смотрю, доверчивость дикая. Сегодня у нас собрал в подъезде участковый милиционер и сказал, я вам обязан прочитать 10-минутные лекции. Мошенников все больше. Люди сами отдают им деньги. И я нациклился на том, я хочу, чтобы, а это безнадежно, люди старшего поколения отдают все деньги мошенникам. И только из-за красивых фотографий. Вы в этом убедитесь. Причем я заранее не знаю. То, что вы увидите, это сайт подлинный, с настоящим матовщим садом, от сайта поддельного. Мы будем отличать. Ну что, поехали. Вот это я ничего не собирался. Тут их много. Какой попался, такой попался. Пошли по порядку. Агромаркет. Вот. Значит, смотрите, как красиво все звучит. Итак, сайта абрикоса нажали. Будем смотреть. Вот. Саратовский рубин. Вообще есть такой настоящий абрикос. Так, это мы убираем. Ваш заказ. Это нам уже предлагает 725 рублей. Спасибо. Вот. Так. Пойдем смотреть дальше. Как мы будем на них смотреть. Я вас буду этому учить. Это очень важно. Я встречаю знакомую фотографию. Нет, не моя. Нажимаю на нее. Мы сейчас по одной фотографии определим, мошенники или нет. Нажали. Смотрите. Левой мышкой нажали. Теперь крупный план. Каких-то 400 рублей. Тьфу. Написано, что академик. Когда действительно академик. Нажали сюда. Внимание. И мы пишем. Найти изображение в Яндексе. Вот сюда. Поняли? И теперь мы смотрим. Насколько их. А я-то знаю заранее. Потому что оно постоянно и всюду. Смотрите. Внимание. Все вот эти сайты присвоили фотографию неизвестного автора. Видите, да? Вот. Вероятно, что именно вот этот сайт. Видите, я на стрелку нажимаю. Возвращаемся обратно. Да. Это еще не все. Вот это она же. Это она же. Это она же. Она же. Потом я их разворачиваю в другую сторону. Ну, в сумме это получается больше сотни, наверное. Просто будем время экономить. Смотрим дальше. Еще раз нажимаем. Возвращаемся, где мы были. Итак. Мы увидели, что. Вероятно, что именно вот этот Argon Market. Продает именно эти саженцы. Вернее, фотография сделана в их саду. Равна нулю. Пускай все-таки равна не нулю, а там 2%. Там 50-100. 1%. Ну, давайте еще нажмем куда-нибудь, чтобы узнать наверняка. Вот. Видите, кстати, то же самое. Смотрите, как красиво. Вот. Только делать так, чтобы не понятно было. Вот. Посмотрели. Еще вторая страница. Тоже смотрим. Я прям наслаждаюсь. Смотрим, смотрим. Я вам могу, если быстро-быстро, доказать, что все это из интернета. Если вы мне не верите, давайте еще какую-нибудь нажмем и пойдем дальше. Вот. Я в таких случаях, ну, десяток звонил и говорю, я хочу познакомиться с вашим замечательным садоводом, который все выросил. Это, вот. Ну, мне так, кстати, никто ни разу ни этого садовода не пока. Давайте сюда нажмем. Может, это правда? В единственном числе фотография. Смотрим. О-о-о-о. Еще более популярно. Теперь, вы знаете, что такое терра вероятности? Когда одну сотую умножаем на одну сотую, получается, сколько? Вот. Есть такое понятие, цифры, приближающиеся к нулю. Беларусь, Беккер. Ой, сколько тут мошенников развилось. Вот. А как, что скажете? Теперь я убежден, что они являются перекупщиками. Давайте посмотрим на своих случаях, где они у нас, контакты, где находится этот. Вот. Вот он, телефон. Позвоните, убедитесь. Тула. Склад. О-о-о, все понятно. Так, можно не продолжать. Ну что, возвращаемся к нашим... Вот, то есть, сидим. Вот. Откуда дровишки, мы узнали. Из Тулы. Как они попадают в Тулу, расстреливая, не признаются. Смотрим. Вот это мы, смотрели и плоды, все подряд. Агрофирма. Веста осень. То есть, весна-осень. Вот. Смотрим сюда. Саженцы. Абрикосы. Если вы попробуете найти принципиальные отличия... Не, не найдете. Не найдете. Сказать почему? Потому что они их все в одном месте находят. Хотите проверить? Давайте посмотрим то, что считается фактически редкостью. Ну вот это, например. Вот. Копировать? Копировать? Нет-нет. В Яндексе. Смотрим. Долго будем смотреть. Смотрите. Какова вероятность того, что именно они вырастили и сделали фотографию в своем саду? Ну, где-то 2-3 процента. Ладно. Тогда возьмем еще одну, другую. Вот. Ой, не туда. Ой, не туда. Ой, не туда. Кстати, где не находится? Татьяна Сергеевна. Отзывы в магазине. Это легко сочинить. Вот. Где купить саженцы? Ой, ой, ой. Что нужно знать? Лучше сажаться абрикосом. Так. Сейчас мы отсюда выберемся. Так. Вот мы здесь. Ну, давайте нажмем. Вот саратовский рубин. У него есть реальный автор. К сожалению, он, как правило, не знает, что фотографии используются. Вот. Смотрим. Так. Теперь. Мы, кто в школе учился, знают теорию вероятности, тот скажет. Вот если 0,003, нет, 0,03 умножить на 0,02, получается цифра близкая к нулю. То есть, на этом можно дальше не проверять. Вот. Нет у них сада. Все фотографии, кстати, все они из интернета. Вот так вот. Ну, еще хотите на одну нажмем, пожалуйста. Давайте. Видите. Чтобы ваша цифра была еще умножим на 0,07, по теорию вероятности. Пользуется цифра. Вообще практически равна нулю. В Москве, где угодно. Ой, что вы видели, да? Все мошенники пользуются фотографиями. Часть из них мои. Я свои, да свои, еще не показал. Вот. Вот еще похожее изображение. Видите? Нажимаем. Похоже, это не такие же. Просто по-другому отрезали. Они любят обрезать. В моей фотографии отрезали штамп. Чтобы показалось, что это. Чтобы людям показалось. Ну, все ясно. Теперь уже точно 0,0,0,0,0 вероятность. Вот. Ладно. Еще не все. Сейчас, секундочку. Еще раз. Зайду. Я тут что-то мелькнул и знакомое до боли. Сейчас. Вот оно до боли знакомое. Похоже изображение. Попробуем определиться, это или не это. Вот это вот моя фотография. Вот. Смотрите. Видите? Как просто делается, да? Вот тебе и похоже. Находим изображение в Яндексе. Поехали. Долго будем смотреть. О, очень долго. Вот. Это точно моя. Я все докажу, что она моя. Хотите, докажу. Но вначале я еще покажу. Это еще не все. Вот. Еще раз нажимаем. На мою фотографию. Вот. А теперь смотрите. Моя. Вот эти еще полно. Вот эти еще полно. Теперь она разворачивается. Поняли, да? Разворачивается. Уже не узнаешь. Вот попробуйте вот эту. Признать, что вот этой. Ну что, возвращаемся к нашим, тем самым, баранам. Это мы. Вот. Посмотрели. Итак, вот этот весна-осень. 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 Сейчас поваленчик возвращаюсь, где мы были. Вот. Вот. Итак, все это сказки. Где они, эти самые. О, колонновидные. Сразу скажу. Когда вы видите колонновидные, запомните. Вот. Это учеба. Колонн на свете не существует ни одной. Немножко на колонны похожи яблони, и то недолго. Вот. Когда абрикос, вишня, груша, персик, слива, черешня. Яблони еще можно назвать колоннами. Но если они не дают боковых веток, это уже не колонн. Это колонны, но зато 2-3, максимум 4 года, и на штампе, а веток ему не положено, их положено отрезать, уже полностью исчезает плодовое образование. А слив персиков, груш, вообще нет на свете. Вот смотрите. Сейчас я уже наспался на них, пусть не обижаются. Смотрите, вот эта, как бы ни называли, Сан-Рэми, как угодно. Она встречается, смотрите, сколько мошенников ей пользуются. Сейчас объясню самое главное. Я уже не раз объяснял, но все-таки. Кстати, вот еще она, видите как, ее очень легко замаскировать. Итак, смотрим внимательно. Видели? Видели? Это все она. Столько, я не говорю мошенники, они как... Обманщики, можно мягко говорить, обманщики. Все равно это, не важно, что они нарисуют, то есть, не важно, что они творят, вот, присвоив чужую фотографию. Конец один и тот же. Все равно саженцы из, так называемых, южных стран. Теперь внимательно. Я уже показывал, извините, повторяюсь. Вот здесь специально вот это отрезано. Знаете почему? Не смотрите под это. Потому что там ниже воздух. Не все так умеют маскировать. Воздух, то есть, она висит. Полагается, вот так отрезу, чтобы вы не видели, что под ней воздух. Якобы, тут есть штамп. А вот это вот, самое умное, не будем на это время тратить. Поверьте мне, ни одна сотня сайта вот так отрезает. И так как штампа нет, а здесь якобы штамп получается колонновидное. И кто только этим не пользуется. Поняли? В принципе, я же не буду показывать все остальные колонны. Вот, это все сказки, 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 сказки. А это вообще нарисовано. Вот. Я уже столько раз показывал, мне уже скоро будут говорить, да? Вы надоели своими разоблачениями. Сейчас ухо все лишнее сейчас сотру, а то переполни на это. Вот. Стюмар. Ну что? Итак, мы посмотрели агрофирму. Так, вот она. Давайте еще раз в нее заглянем. Мы не посмотрели, кто же это. Откуда дровишки? Плодовая, ягодная, весна, осень. Где вы находитесь? А нас. О, вот здесь. А нас. Итак. Бережный упаковок, это понятно. Заказ обрабатывается, понятно. Другое дело, где вы это? Ход контакты. Итак. Номер телефона. Склад находится. Опять склад. Не питомник, не сад, а склад. Итак, это Краснодар. Итак, это склад. А как попадается Краснодар, когда все дойдены на фотографию из интернета? Вот. Все. Посмотрели. Можно и так смотреть. Ничего нового не увидите. Смотрите дальше. И так мы снова на Яндексе. Вот. Кто-то нам подсовывает красночеки. Вы, кстати, обратили внимание? Какие фотографии красивые, да? Вот. Смотрим. Агромаркет. Погодите. Мы Агромаркет проходили. Они везде со своей, это, вторую посмотрели. А это, весна-осень. Они же никуда не делись. Они все время маячат. Смотрим дальше. Росток. О, я на Ростоке давно не был. И так поглядели. Абрикосы. Абрикосы. Абрикос, черный бархат. Ну, мы сразу... А, есть вторая страница. Вот. Узнаете? Мы уже это проходили на других сайтах. Вот. И, наконец, внимание. Фотография. А, я вам еще ту фотографию не показал. Помните, я говорил, что они такие-сякие и прочее-прочее. Так, сейчас мы с вами найдем ее фотографию. Вы не успели ее забыть, как она выглядит? Тут все честно. Это вам не это. Вот. Здесь вам не тут. Вот. Итак, фотография. Я помню, где она. Вот тут вот. Давайте ее искать. Потом я вторую найдем. Вот, к этой приглядеть сразу. А потом второй раз не искать. Запомнили? Запомнили. Идем дальше. Идем дальше. Это для меня еще пополняет копилку еще один. Этот самый. Росток, твою мать. Ой, извиняюсь за выражение. Вот. Сейчас мы своего. Вспоминаем. Там, где их там полно было. Вот она. А это фотография. Не просто фотография. Она имеет свой номер. Вот. П. Остает все это с моего этого. Как он называется? Фотоаппарата. Поняли, да? Мы потом с вами увидим вот эту. Все. Мы увидим вот эту. Вот эту. Вот эту. Это все украдено. В общем, много чего. Вот это. Ну, а. Все, все. Не буду отвлекаться. Возвращаемся к нашим. А теперь вот эта фотография. Абрикос Амур. А вы знаете правду Амур? Правда Амур. Только сделано в моем саду. Заглянули. Яндекс. Смотрим. Там. Старом. Поняли, да? Куда я вам показывал? Где я вам показывал? Вот. Вот она, родная. Но это еще не все. Они берут вот так вот. А потом эту же фотографию делают вот так. Вот так. Давайте посмотрим, сколько еще. Ой, нет. Минуточку. Но все равно украли сад. Лопатина. Лопатина. Поняли, да? Где же эта лопатина-то? Ну, ладно. Ну, что. Еще поищем эти сайты. Причем, вы заметите, мы еще ни одного настоящего не нашли. Итак, Росток присвоил мою фотографию Амура. Давайте, все-таки вы скажете. Да вы что? Это ж такое страшно обвинить. Вот. Попробуем найти что-то общее. Как его найти? Это. Так. А где мы были? Ага. Как же это найти? Как же? Найти бы какую-то приметную. Ну, давайте еще раз. Внимание. Ой, нет. Я уже не туда уехал. Все, извиняюсь. Внимание. Типа приметную. Какой-то листик неправильный. Вот этот, например. Вот такой он беленький, на зеленом. Агрикос Амур. Агрикос Амур. Во, вот он и. Все, стопроцентная сходность. Ни одна экспертиза. Вот заплати эксперту миллион долларов, чтобы он собрал. Не получится. Вот она. Еще раз. И последний раз. И так. Вот, вот он. Вот. Все. И так получается, что Росток фирма, тоже мягко говоря. А где она находится? Мы смотрели, я уже забыл. У меня с памятью, что-то с памятью моей осталось. Росток питомник. О, питомники катало. Контакты. Или мы смотрели, или нет. А, нет. Селябинск. Ну, что я скажу, граждане Селябинска, а? Ну, что я скажу. Я хочу, чтобы кто-то брал и вот по этим адресам, по этим телефонам звонил, спрашивал, откуда дровишки? Понимаете? Вот прежде чем купить. Я же для вас, не для них. Они не пропадут. Потому что один из миллиона, ну, так, ну, из полумиллиона только узнает. Остальные все равно будут неведомы. Потому что просмотра мало моих этих. Вот это никого не интересует. Ну, что? Третий сайт тоже оказался неправильный. А, кстати, я еще не смотрю. Еще есть яблони, черешни, все, груши. Вот чего-то только нет. Вот груши колонновидные, смотрите. Сейчас вы опять наткнетесь. А у них же выбора нет. Вот эта груша, вот эта вот. Сейчас на нее нажмем. И вы видите ее сотню раз. Внимание. Я уже принес всем, всем плюс сил. Но от них никто отказываться не собирается. Внимание. Вот. То есть повезло, что где-то случайно грушка все-таки заплодоносила. На один год она выглядела. Ну, почти как колонна. Так. Ее сфотографировали. А так как в природе груш нету, эта фотография используется доброй сотней сайтов. Ой. Сайтов. Правильно? А эта нарисована. Это вообще шедевр. Я просто хочу, чтобы со школы уже, уже, чтобы детей научили, чтобы дети сказали учителям, давайте проходить настоящую эту, настоящую эту самую, как называется. Нарисует и все. Ну, нарисует и все. Ладно. Три питомника позади. Это при том, я только по абрикосам. А так, этого добра хватает. Вот. Абрикос желтый царский. Интересно, где-то такие абрикосы будет красиво. Агромаркет, а мы уже проходили. Вот. Перекупщик 100%. Сын Крюсночокова, агромаркет, проходили. Ух ты, какие девушки. Зимнее купание в ледном озере. Посмотрим, или, да, разнообразие. Вот. Мы, правда, собрались питомники разоблачать. Но мужчина, он 70 лет, тоже мужчина. Ладно, все, проехали. Так. Ну, вот самое главное. Это самая страшная вещь на свете. Фирма Беквер. Вот. Вот она, колновидные деревья, нарисованные. О, Боже. О, Боже. О, Боже. Вы знаете, как она делается? Показать вам сейчас. Делается так, внимание. Видите, вот это вот с пятнышком грушку. Видите, нет. Она, она, она. То есть берется вот этот фрагмент. Я ничего не путаю, господа мошенники. К нему вот этот фрагмент. Вот только развернули. И снова этот. Еще раз. Вот она пятнышка, вот она пятнышка. Жаль, на телефонах это не видно. То есть, 100% рисунок, 100% вы, 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 это. То есть, продают то, чего нет на всей планете. Еще раз. Пятнышка, пятнышка, пятнышка. Только развернули вот тут. Вот. Рассчитано на дураков. Вот. Ну что, посмотрели, да? Я много разоблачал их. Пока этого достаточно, потому что дальше можно и не смотреть. У них все, что, вот это все нарисовано. Поняли? Нарисовано, 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 нарисовано. Нарисовано. Вот. Ну, люди верят в эти сказки. А помните эту самую грушу? Вот она, она опять, она. Помните, я говорил, как делают? Сверху отрезали, снизу отрезали. Развернули, наоборот. Теперь штамп с этой стороны. Его еще несколько минут прошло, даже помните. Самые умные, в отличие от Беккер, там еще не самые умные. Они вот так делают. Отрезают. Подлиннее делают. Но штамп отрезают, чтобы люди не догадались, что она свешивается. Не изнизу растет, если снизу, то это штамп было. А если сверху, то, значит, не штамп было. Вот. Но так как она чуть другая, давайте мы еще полюбуемся, сколько раз ее переэто самое использовали. Вот. Так, куда мы попали? Ну, попали, куда-то попали. Так, кстати, может быть, потому что здесь уже ни хрена не могу это. Мне надо, все, что мы до этого, надо стереть. Я все время забываю, забываю, забываю. Сейчас может лучше проявиться. Вот. Забываю. Это мы проходили с вами. Так. Вот. Теперь снова Беккер. Итак, груша колновидная. Ну, ее чаще всего декорой называют. Потому что на самом-то деле они не знают, откуда эта груша. Так, ну что, что-то тут не то. Ладно, будем считать, что какая-то техническая проблема, которая не дала разобраться. Но, еще раз говорю, это самая мошенническая на свете фирма. Вот она. Любуйтесь. Последний раз она была в... Последний раз она была в... Как дала забраться сейчас сказать? Ага. Она была в Смоленске. Почему, продав десятки, сотни тысяч, обманув миллионы людей, она самая наглая, самая подлая, Почему до сих пор никто не пришел? Почему туда не пришел спецназ, не положил морды их всех? Вот. Почему никто не звонит по этому номеру, спрашивает. Откуда дровишки? Вот так вот. А где вы живете? Ага. Москва. Ах. Ух ты. А, в Москву звонки. Компания, каталог. Ну, куда-то заказывает, значит, где-то адрес должен быть. Так. Это мы уберем. Как делать? Доставка, оплата. Ну, еще. А нас. А вас. Смотрим. Меня интересует только А вас. Где вас это? Чтобы люди могли приехать и можно набить. Еще раз доставка. Ну, давайте вот тут поищем. А нас. А вас? Все равно должна быть это. Москва. Рабочие дни. Неужели переехали? Неужели еще лучше жить стали? А нас? Ну, куда-то же люди же вот это. Адрес-то где-то должен быть. Ну, делаем специально так. Мы не будем искать адрес. Вот. Звоните. Если что, потом мне расскажете. Доставка, оплата, гарантия. Вопросы, контакты. Ну, еще раз на контакты нажмем. Ну, телефоны вижу. Адреса не вижу. А если человеку надо... А вот тут все, Смоленск, улица, все тоже. Есть куда ехать, может убить. Жаль, что спецназ туда не пойдет, не арестует этот самый, не откроет, учитывая миллиардные потери у людей, не откроет это самое судебное дело, не арестует компьютеры вот с этими же самыми мошенническими... Повторяю, с мошенническими фотографиями, так же точно, что, ну, примерно так. Вы заказали Мерседес, наплатили, вам подгоняют в Запорожец. Да еще старые, ржавые. Вот это примерно так и выглядит. Все, что они продают, это юртные саженцы, которые умрут сто процентов. Ну, пока хватит. А там дальше их столько, боже ты мой, сколько их там. Боже ты мой. У меня короткие будут, я... Уже меня ругали, больше полу... Получаса я никогда не буду... Вот телефон, позвоните, узнаете откуда дровишки. Что вам скажут? Ну что? На этом, вот он Яндекс, который мы смотрели. Вот это, вот видите, вот это все нарисовано. Сто процентов нарисовано. В природе нет. Вот это самое, только еще длиннее, смотрите. Пятнышко, пятнышко, развернули, опять развернули. Вот. Вот они сказки. Вот. И мы вряд ли найдем золот питомника. Когда-то мои фотографии свиснули, потом я потребовал их убрали. Жалко, времени не осталось, чтобы сказать, изменились ли они. Вот. Ну, самое интересное, это, конечно, заглянуть всегда садоводом, питомником, лесоводом, каталог. Давайте нажмем на... Вот они, груши. Груши. Наши преимущества. Жалко, наше время вышло. Или почти вышло. Где абрикос-то они? Слива. Вот. Неужели это самое... Поняли, что люди уже не верят в абрикосы. В вашем этом... В вашем месте, где вы живете. Ладно. Это не последний, найдем. Просто как-то на глаза не попадается. Увидеть слово абрикосы. Груши вижу. И нажать на него. Новые поступления. Черешни. Кстати, поступления, да. Вот тут вы правы. Значит, колонавидных черешин в природе нет. Что люди купят? Смотрите в глаза. Посмотрим. Найти изображение в Яндексе. Долго ли вы в Яндексе искали, чтобы... Вот. Чтобы мозги людям запутать. Запомните. У вас, в том крае, где вы живете, так? Если бы посмотреть адрес ваш, ни одной черешни нет. Вы перекупщики. Вы сейчас только новое поступление. Опять окажется, что это... Так, та самая, это... Склад. А что такое склад? Когда дерево выкопаешь, его надо пересаживать в течение минут, часов. Можно несколько дней, если в горшках. А склад, это склад. Потом получают люди мертвые, мертвые, полумертвые, мертвые. Это ужас какой-то. Вы поняли, да? Новое поступление. Значит, все-таки признали, что склад. Все, друзья, мы заканчиваем. Вот. Еще. Я, кажется, брюкос сегодня вел. Ну, найду. Может быть, это будет другая серия. А может, вам этого и достаточно будет. Вот. Научил я вас как искать. Похоже, в Яндексе. Все. Продолжение следует... Продолжение следует...